Какие есть мнения, как поступить сейчас с Шуховской башни? Единое мнение, скажем так, что, конечно, ее надо сохранить и спасти. Это мнение всех, по-любому. Многие разногласия заключаются в том, что это подход к этому вопросу. Значит, если владелец, ну, скажем, не владелец, балансодержатель башни РТРС, российские радиоконсульционные сети, считает, что ее надо как-то привести в порядок, чтобы она не упала, не рухнула, и оставить на этом месте, это позиция РТРС. Значит, позиция, соответственно, всего архитектурного сообщества, как российского, так и мирового, и, в общем, будем говорить, правительственных кругов Москвы, в том числе людей, заинтересованных в сохранении истории и правительстве российского, в том числе на уровне президента. Они считают, что это наша гордость. Это одно из немногих, на самом деле, чем мы можем гордиться по-настоящему. То есть здесь мы первые, это, скажем так, высокие технологии, то, что называется хай-тек, которое Россия уже применила более ста лет назад. И, конечно, это надо сохранить максимально в оригинальном состоянии раз и сделать доступ к этому объекту, потому что иначе он получается, ну, это примерно то же самое, что Кремль, на расстоянии километра оградить количество провокий, сказать, вот там есть Кремль. Это все интересно, все хорошо, там Кремль. То есть это абсолютно неправильно, вот в этом есть некое различие, то есть подход к тому, как решить эту проблему. То есть она должна быть решена, первое, комплексно, то есть это освобождение территории вокруг ваших доступов, как к ней было, для туристов, для специалистов, для студентов, архитектурных, инженерных. И второе, соответственно, это, конечно, ее надо реставрировать максимально качественно, научным способом обязательно. То есть эта научная реставрация должна быть с сохранением максимально возможного количества оригинальных элементов. И самое главное, с использованием даже при реставрации тех же способов и тех же методов, которые использовались при строительстве башни. Тогда мы можем заявлять о том, что это объект всемирного наследия и подавать в списке, соответственно, уже 90-х. Если мы заменим здесь очень много всего, то это будет некая башня, которая стоит в Москве, ни более, ни менее. Надо обратиться, просто не стесняясь, обратиться, конечно, к опыту зарубежных наших коллег, то есть экспертов, кто работает с этим далеко, то есть экспертов, кто работает с Эпелевой башеной, экспертов, кто работает с мостами в Лондоне, в Англии, соответственно, в Великобритании, в Германии, в Соединенных Штатах, они, у них огромный опыт по реставрации, именно, я вот хочу сказать, по реставрации объектов, сделанных из металла в конце 19-го, начале 20-го стадия. Гордиться реально вот уникальностью объектов, не красотой объектов, не величиной объектов, а уникальностью. Если брать, по крайней мере, Москву, это храм Василия Блаженного, это конструктивистский дом Мельникова, известный на Арбате, это, конечно, Шуховская башня. Шуховская башня здесь обгоняет всех, на самом деле, почему? Потому что здесь еще применены те технологии, которые Россия применила первое в строительстве вообще. За последние 20 лет башню ни разу не красили. Реставрационные работы серьезные, на ней не проводились никогда, с момента ее строительства. Доступ к этой башне получить крайне сложно. То есть это по специальным спискам, и только кого они считают, куда можно будет пустить. Значит, здесь нарушаются как бы все основные положения закона, уже даже того, который есть. Но, к сожалению, никто не наказывает. И ничего не происходит. Башня продолжает ржаветь. РТРС больше эту башню, как именно башню радиотрансляционную и телетрансляционную, не использует, с одной стороны. Поэтому она уже им неинтересна, как объект какой-то хозяйственной деятельности. Серьезно. С другой стороны, просто об этом мало кто знает, на башне висит очень много сейчас передатчиков различных сотовых сетей. Но все равно какой-то, так сказать, доход, видимо, идет. Парадокс, что нерадивому владельцу, назовем его так, РТРС в данном случае, идут деньги на ремонт этого объекта. Хотя он должен был давно изыскать свои средства, собственные. Нам кажется, что объект должен быть в руках Москвы. Объясню почему. Потому что все равно на него очень много завязано. То есть это и туристические потоки, и безопасность вокруг лежащих зданий. Потому что если 155 метров валится куда-то, это вот долетит до нас все. Тут просто разнесет все подряд. Если какие-то железки оттуда падают, то то же самое. Доступ к этому объекту, опять-таки, должна делать Москва. Потому что это опять все эти службы охраны и так далее, и так далее. То есть как бы это вот должно быть все в одних руках. Нам так кажется. Тем более, если башня уже не эксплуатируется, об этом все говорят официально, то, собственно говоря, зачем она нужна РТРС. И самое главное, собственно говоря, решение всех вопросов сразу. Потому что рядом находится огромный недострой, который стоит на протяжении 25 лет. Состояние в том, в ком он и есть. Это здание космической связи строилось в свое время. Это тоже очередной пример полной бесхозяйственности. Все, кто здесь находятся, все остальные владельцы зданий и помещений, телевизионные компании, центр космической связи, который здесь остался, нелегкой промышленности, переезжают туда, получают больше площадей. Здесь территория осваивается. И тогда это становится проект сразу еще и экономически интересным для инвесторов.